вы возможно встречали у нас на полках магазинах воду с названием эвен именно в этих горах добывается эта вода и здесь есть вершина собственно говоря сама гора с одноименным названием эвен еще если вы посмотрите дальше за эти холмы то тут находится знаменитая самая высокая вершина альп гора монблан а перед этими горами находится озеро лиман нам она больше знакома как женевское озеро именно отсюда с этой точки мы начнем с вами сегодняшнее небольшое путешествие по швейцарии так и вот вот ну вот 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 Заводь. Великолепно. Этот шале стал школой. Это какие-то вещи, которые можно делать в VR, которые не могут быть в школе. Нам показали несколько проектов, которые работают сейчас дети. Например, делают наушники. Сейчас мы делаем фильм-мейки. Сейчас мы делаем проект о новых технологиях. Мы делаем научные технологии. Мы делаем, как они могут развиваться. У нас есть 5-10 спорта. Есть 3 здесь и еще 2 здесь, где они маленькие. И у нас есть фантастический Астротурф футбол-питч. Сразу же здесь перед школой в пешей доступности у вас озеро. И, как мне сказали, всех ребят на бординге раз в неделю вывозят туда купаться. В 1927 году Лорна Вайлетт Саутвелл и Осет Поттс, выпускницы Оксфордского университета, основали школу Святого Георгия. У них возникла идея основать школу, в которой дети всех национальностей, религии и языков могли бы делиться своими знаниями. Они хотели, чтобы их ученики, став взрослыми, лучше понимали других, и тем самым бывшие оксфордские студентки внесли бы свой вклад в укрепление мира во всем мире. Впрочем, им это удалось. Впрочем, им это удалось. Он пределит шале как дом в швейцарском стиле. Если же вы находитесь в Швейцарии, о швейцарском стиле вам говорить не будут. Шале, прежде всего, исторически означало дом пастуха, который вот домики находятся в горах швейцарских Альпах. Потом это все дело развивалось и к этим домикам добавлялась резьба. Они могли быть нескольких уровней. И настоящий крутой швейцарский шале, которому уже ого-гошеньки сколько лет, этот шале стал школой. Это первый корпус школы Сан-Джордж. Это его историческое здание. Позже история и развитие построили новые современные здания уже в стиле хай-тек, куда добавили новое проживание. Студенты изначально жили здесь. которых, такие иди, которые приходят к нём. Затем, чтобы они нуля и 2019 это было равномерно. Пождёвы горячим, 9.15 из-намперед 6.15 из-намперед 8.15 из-намперед 8.15 из-нампетра 8.15 из-намперед 8.15 из-намперед и ухо-намперед от укола Мы крайне улучшим в этом в основном Преомо в городе academic is right in the middle of the school building which means that the kids often want to come back to their rooms during the day the basic rule is no but if they need to if there's an emergency if they're feeling poorly and they need to go to their rooms to lie down then they've got access it's quite easy access to their rooms but as a rule we tend to discourage them coming back to their rooms during the day Сан-Джордж Интернешнл Скул – это частная международная школа премиум-класса. Сан-Джордж входит в пятерку лучших IB-школ Швейцарии и предлагает своим ученикам целостное обучение. В Сан-Джордж учатся дети более чем из 60 стран, и здесь каждому ребенку стараются предоставить дом вдали от дома, и даже больше. Процесс обучения в школе постоянно оптимизируется и трансформируется. Системы и методологии адаптируются под учащихся. И для того, чтобы ученики получали самую последнюю информацию, здесь используются новейшие технологии. В Сан-Джордж Интернешнл Скул – это новая вещь. Новая вещь для нас, чтобы исследовать некоторые вещи, которые можно делать в VR, которые не могут быть в школе. Поэтому мы не должны создавать эксперименты в VR, потому что у нас есть лабы, для того чтобы делать это. Мы не должны создавать лейки и муты, потому что у нас есть лейки и муты. Но если мы хотим, чтобы учить студию в VR, например, то мы можем делать это в VR. И для студии, и для того, чтобы у нас есть лейки, что у нас действительно начинает общаться с тем, что они делают и что они делают. Мы минимум их экспозицию до 10-15 минуты. Это не что-то вы делаете в курсах в полную час. So ten, fifteen minutes is all you need just to illustrate a point, to get over a concept Or to give the students an experience that they can't get in the classroom So we can set up the surface of Mars A rainforest, the deck of a battleship And we can use that to help the students understand the environment they're in Один из самых популярных предметов – дизайна и технологии. У нас уже библиотека, и нам показали несколько проектов над художниками. Работают сейчас дети, например, делают наушники. Работают школу-басты, которые происходят в школе, футбол, песнику, футбол, футбол, футбол. У нас много драма, и много музыканцев в нашей классе. У нас есть у школы-басты, которые приглашают студенты, которые используются в школе, где вы пишете свои свои игры, и вы перформируете. Я думаю, это всегда хорошая способ, чтобы увидеть, что вы любите. У нас есть 5 теннис-корусов. Есть 3 здесь, и еще 2 здесь, где маленькие, которые имеют участие. И у нас есть фантастический астро-турф футбол питч. И на этой стороне… У нас есть экзамы, но у нас есть интернет-спортс-халл здесь. Сразу же здесь, перед школой, в пешей доступности, у вас озеро. И, как мне сказали, что всех ребят на бординге раз в неделю вывозят туда купаться. У нас есть программа Споритюб. Это как высокоперформанская программа. На сегодняшний день у нас около 20 студентов, которые учатся в Споритюбе. И они учатся, которые учатся в очень высоком уровне в определенном спорте. У нас есть футболисты, теннис-плееры, гольферы. И, essentially, мы помогли, поддерживая их программа, но также позволяем им им время, чтобы учатся и победить. Соединённая команда в номер-он-десначе для общественного учебного света. Мы говорим о продукт-проектах. Мы хотим поддержать, чтобы студенты и пациентов, и партнеров, и вы, ребята, все счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok So there's a road that goes straight down here, you can walk down it and within about five minutes you're on the lakeside road and you can actually walk all the way to Montreux along the lakeside so it's a super nice walk, very scenic but there's also the public bus which comes every 10 minutes and within 10 minutes you're in Montreux or they take a taxi which is also super quick. And in the summer, what better way to cool down after school and going for a lovely swim in the lake? Yes, so we have sailing, rowing, they're also going to start wakeboarding. Which obviously, if you're up in the mountain, you're going to have to travel down, you couldn't do a 6 a.m. swim, because it would take you a long time to get down. So our borders are very, very lucky to have access to all the nature. Thank you very much. В городе есть Олимпийский музей, в котором можно почитать записки из личного дневника Пьера де Кубертена, основателя современных Олимпийских игр. В 90 километрах от Монтрео находится столица Швейцарии, город Берн. В Берне вы сразу же обратите внимание на множество флагов и, конечно, на фонтаны, которые являются скважинами, часть которых была создана в XIII-XVI веках. Из путешествий по ближайшим городам возвращаемся обратно в Монтрео. Вот эти швейцарские дороги, это просто какая-то фантастика. Небольшие дорожки, тут реально одна машина может проехать, но они разъезжаются и в две. Вот эта желтая линия, здесь такая как бы обочина небольшая, где ходят люди, ну, собственно говоря, и я один. Вот здесь иду, вот, подъем в гору, сейчас вы увидите, как таксист проезжает мимо меня, я вам покажу. И вот они разъезжаются. Вот есть калитка, ну, наверное, это что-то связано исторически, она здесь, наверное, как-то когда-то была. Вот здесь, наверное, был какой-то забор. Ну, вот, значит, калитка, во-первых, ее перепрыгнуть можно. Ну, ладно, окей, если мы даже не будем ее перепрыгивать, ну, вы просто можете взять. И обойти ее, вот так, и пройти, не пользуясь ей. А вот так выглядят современные шале, видите? У вас есть пальма, они покрашенные, белые. Потрясающе смотрится это все с голубым небом и облаками. И еще когда оттуда сверху, вот с верхних окошек, вид на озеро. Просто невероятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Монтре известен своим джаз-фестивалем. И вот я по набережной дошел до такого небольшого парка с памятниками звездам. И вот кто мне попался? Рэй Чаррис. И, кстати, в ту сторону, куда светит солнце, там памятник Игорю Стравинскому, известному композитору, который тоже здесь жил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это может показаться немножко странной штукой первоначально, но на самом деле это этаж, где живут ребята. Вот это такие свободные зоны, где они могут в свободное время просто сидеть, что-то поделать. Ну, то есть, такие просто открытые общие пространства. Я был здесь год назад, и здесь вот этого всего не было. Здесь как раз шел ремонт, и сейчас вот этот весь бординг обновлен. Даже запах свежий. Полностью все обновлено. Очень классный дизайн. Мебель крутая. Зоны разные. Даже у комнат тоже разные дизайны. Стеночки какие-то, такие всякие элементики. И здесь планируют еще сделать террасу дополнительно. Здесь уже есть терраса. Вот так, если вы студент, вы выходите на террасу. Здесь у вас шезлонги, здесь у вас зонтики, здесь у вас открывается вот такой вид на Женевское озеро и на горы. Это коридор в комнате у ребят. Зеркало потолка до пола. Два метра. На два метра все шкафы открываются. Там вещи студентов не будут открывать. Здесь три шкафа. Здесь со всех сторон. В коридор проходим. Здесь получается два стола и две кровати. И туалет с душем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск? Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА